16 января в зале городской администрации состоялось совещание руководителей управления и ведомств муниципалитета под председательством главы города Хасавюрт Зайнудина Акмазова. Первым делом Акмазов поинтересовался положением дел в сфере обеспечения населения тепла, энерго- и водоснабжения. О том, какие обращения и жалобы были приняты от горожан единой дежурной диспетчерской службы при МЧС по городу Хасавюрт, предоставил начальник управления гражданской обороны чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мавлид Паша Алиев. Вчера сегодня более-менее нормально. Я надеюсь, что и дальше тоже будет нормально, потому что за любви сегодня нам сказали, что везде светки, там, повода, мы точно необходимую работу сделаем. Ну, а так другие проблемы города на сегодняшний день не было. Это по электричеству, по другим направлениям? Отравление угарным газом 6 человек, там, предварительное отравление угарным газом, некоторые, Асокер, 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 Несопозный, Ювелений и Грозенский микрором, там, 6 человек. На этой неделе так. Это признаки отравления угарным газом. А другие таких... Нет, дороги чистят? Дороги чистят, да, дороги чистят. Проблемы какие по дороге? Да, на сегодняшний день в связи с отсутствием техники, больше там другие проблемы нет. Не осталось без внимания проблема с очисткой улиц от снега. По данному вопросу, директор МУПХА с благоустройства Абдул-Керим Кудбудинов отметил, что с момента снегопада по сегодняшний день продолжаются мероприятия по очистке и засыпанию песком улиц, где возникает такая необходимость. В продолжении совещания в рабочем порядке были обсуждены ряд вопросов. Информацию о ситуации на текущий месяц доходной и расходной части бюджета предоставил начальник финансового управления Магомед Шахвеледов. По заработной плате 60%, которое оставалось в учреждении, в учреждении образования, вчера обновления по трем учреждениям, которые мы должны были финансировать, уже прошли. Осталось единственное управление образования, не смогли, там обновлений нет, он в 2018 год, сегодня с утра бухгалтерией и бюджетным отделом занимается. По проектно-смертным документам наших учреждений почти бюджетную роспись все сдали, но изменения, когда Бекович и уважаемые коллеги, я имею в виду чисто с местным бюджетом, которые связаны в учреждении наших, дополнительно было там перераспределение тех средств, которые мы получили сверх плана. Там где-то остается у нас 9,5 миллионов. Далее Зайнудин Акмазов подчеркнул, что прошлый год был напряженный и трудный, но, несмотря на это, город добился положительных результатов в сфере спорта, культуры и образования. В завершении работы совещания глава города отметил о необходимости максимально эффективно вести работу во всех направлениях, особо обозначив сферу деятельности коммунальных служб в зимний период, так как это время обильных осадков снега, и поэтому работа должна проводиться непрерывно и с привлечением всей имеющейся спецтехники. Сария Махайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».